Добрый день! Чтобы правильно выбрать стабилизатор напряжения для дома, квартиры, офиса или производства, необходимо определить всего три параметра. Количество фаз, мощность и тип стабилизатора. В большинстве случаев эта задача не такая уж сложная. Если вводной автомат у вас однополюсный или двухполюсный, значит ввод у вас однофазный и соответственно стабилизатор вам подойдет только однофазный. Если у вас вводной автомат трехполюсный или четырехполюсный, значит ввод у вас трехфазный и вам понадобится либо один трехфазный стабилизатор напряжения, либо три однофазных. Причем вариант с тремя однофазными стабилизаторами предпочтительней, так как он не боится перекоса фаз на вводе и разности нагрузок на разные фазы. К тому же на разных фазах могут останавливаться не одинаковые по мощности стабилизаторы, а в случае выхода одного из них из строя, остальные могут продолжить работу. Определить мощность стабилизатора очень просто. Необходимо лишь посмотреть на номинальный ток вводного автомата и умножить это значение на 220 вольт. К полученному результату прибавить нужно 15-20 процентов запаса, чтобы наш стабилизатор работал не на пределе своих возможностей. таким же точно способом определяем мощность трехфазного стабилизатора. Причем, если выбран вариант трех однофазных стабилизаторов, то полученное значение это и есть мощность каждого из трех одинаковых стабилизаторов. А если выбран вариант одного трехфазного стабилизатора, то необходимо это значение еще умножить на 3. Это и получится величина мощности трехфазного стабилизатора. С мощностью разобрались. Для начала давайте выясним, какие бывают типы перепадов напряжения. Как известно, нормальным считается напряжение 220-230 вольт. Если напряжение отличается от этого более чем на 10 процентов, то это уже проблема. Я бы разделил перепады напряжения на две группы, быстрые и медленные. К медленным перепадам напряжения относятся случаи, когда напряжение относительно плавно меняется в течение суток. Например, утром и днем оно было нормально, а к вечеру становится пониженным. Другим примером медленных перепадов напряжения являются случаи, когда напряжение всегда завышено либо понижено. К быстрым относятся кратковременные перепады напряжения. Например, когда поблизости от вашего дома периодически включается какое-то мощное оборудование, то напряжение сети может скачком понизиться и оставаться в таком положении какое-то время. А потом, когда оборудование отключается, то напряжение скачком возвращается в первоначальное состояние. Другим видом быстрых перепадов напряжения являются импульсные скачки, ярким представителем которых является работа сварочного аппарата, то есть череда коротких импульсов, взлета и падения напряжения большой амплитуды. На практике же чаще всего встречаются комбинированные перепады, то есть произвольное сочетание всех видов перепадов напряжения. Для борьбы с перепадами напряжения были созданы различные схемы стабилизаторов напряжения. Электромеханический стабилизатор это автотрансформатор, у которого переключение обмоток происходит с помощью электропривода, моторчика. По принципу действия очень напоминает реостат из школьных уроков физики. Релейный стабилизатор это тоже автотрансформатор, но переключение обмоток у него происходит с помощью мощных реле. Тиристорный это тоже автотрансформатор, но переключение обмоток в нем происходит с помощью мощных полупроводниковых приборов. Инверторные стабилизаторы это стабилизаторы с двойным преобразованием напряжения из переменного в постоянное и обратно. В данный момент это наиболее современная разновидность стабилизаторов напряжения. А вот теперь переходим к тому, как правильно выбирать стабилизаторы напряжения. Обратимся к табличке. В этой табличке литерой обозначены электромеханические стабилизаторы, литерой R релейные, литерой T тиристорные или семисторные, а литерой I обозначены инверторные стабилизаторы. И первое, что сразу бросается в глаза, что релейные стабилизаторы относятся к наиболее дешевой ценовой категории, а инверторный к наиболее дорогой. В следующей строке можно видеть, что все стабилизаторы хорошо справляются с медленными перепадами напряжения, чего не скажешь о быстрых. Как видно, электромеханические стабилизаторы не справляются с быстрыми помехами из-за большой инерционности электропривода. Релейные стабилизаторы справляются лучше, но тоже имеют ограничения по скорости сработки реле. Хорошие результаты показывают тиристорные и инверторные стабилизаторы напряжения. Грубо говоря, они успевают сработать даже на очень быстрые скачки напряжения. Еще одной важной характеристикой стабилизатора является шум, издаваемый при его работе. Если стабилизатор установлен так, что его шум слышен, например, в спальне, то ночью это может создавать некоторые неудобства. Двигатель электромеханического стабилизатора жужжит. Реле у релейного стабилизатора щелкают, поэтому эти стабилизаторы в табличке помечены как неудовлетворительные. Тиристорные и инверторные стабилизаторы относятся к малошумящим, особенно те модели, которые не используют принудительного охлаждения. Очень важным параметром является точность. Лидирует по этому показателю инверторный стабилизатор, показывающий точность до половины процента. Следующим следует тиристорный стабилизатор, показывающий точность 1-2 процента. Далее следуют релейный и электромеханический стабилизаторы, показывающие точность 5-10 процентов. Вывод. Приемлемую точность показывают все типы стабилизаторов, но если необходима повышенная точность напряжения на выходе для работы, например, какого-нибудь особого оборудования, то следует обратить внимание на тиристорные и инверторные стабилизаторы напряжения. Еще один интересный параметр, на который я не могу не обратить ваше внимание, это температурный диапазон, в котором может работать стабилизатор. Большинство стабилизаторов предназначены для работы, но грубо говоря, в комнатных условиях. Некоторые модели инверторных стабилизаторов позволяют работать при температурах от минус 25 до плюс 40 градусов. Это бывает очень удобно в тех случаях, когда нет возможности установить стабилизатор внутри отапливаемого помещения. При выборе стабилизатора напряжения необходимо принимать во внимание и диапазон входных напряжений, который может быть разным у разных моделей стабилизаторов, независимо от их типа. Используя эту сводную таблицу параметров стабилизаторов, вы можете без труда подобрать подходящую модель стабилизатора. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их, перейдя по ссылке на прямые контакты со мной в описании. Ну а если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, присылайте вопросы в комментариях, следите за новыми видео. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok